Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и мы продолжаем изучать OpenGL, а точнее алгоритм поиска пути. В прошлом видео мы немного оптимизировали наш алгоритм поиска пути, а в этом видео мы добавим разную скорость на разных типах местности, научимся искать путь до радиуса цели, а также оптимизируем наш алгоритм по скорости работы. Ссылки на уроки, необходимые для понимания данного материала, а также таймкоды будут в описании. Итак, погнали! И продолжим мы, как ни странно, с урока 56. Там мы немного улучшили качество пути и добавили информацию в каждую клеточку. Запускаем. И видим клеточки, циферки и нормальный путь. Первым делом давайте сделаем так, чтобы перемещение по разным типам местности занимало разное количество времени. Для начала давайте добавим на нашу карту камней. У меня получилось примерно вот так. Вот эти зеленые плевки это как раз камни. Теперь перейдем в функцию Pass and Step. И сделаем так, чтобы время перемещения по камням было в два раза больше, чем по песку и спайсу. Теперь если найденная клетка является камнем, то время перемещения на ней увеличивается в два раза. И после этого пересчета прибавляем найденное время. Запускаем. И видим, что алгоритм очень плохо работает с этими зонами замедления. То есть вот так в обход было бы явно быстрее. Но будем идти на два шага больше. При этом после пятого шага мы можем пойти вот сюда, направо. Но для этого нам нужно перезаписать шаг и затраченное время. Давайте сделаем так, чтобы если в клетку можно было прийти быстрее, то будем проставлять не только новое время, но и новый шаг. Даже если он уже был проставлен. Теперь если в клетку не вступала нога алгоритма, или до нее можно дойти быстрее, чем раньше, то проставляем новый шаг и новое время. Запускаем. И видим, что шестой шаг проставился правильно. Однако шестой это наш последний шаг, поэтому больше шагов мы не делали. Давайте сделаем так, чтобы расчет шагов продолжался до тех пор, пока есть возможность найти более короткий путь. То есть до тех пор, пока минимальное время текущей волны, для вот шестой волны это 50, будет меньше, чем время в конечной точке. В данном случае 98. Давайте найдем эти значения. Для начала чуть выше напишем функцию нахождения минимума. Здесь MinTime это минимальное время, а TM это рассчитанное время. То есть если минимальное время больше рассчитанного, или если оно не задано, то задаем минимальное время из рассчитанного. В качестве результата возвращаем рассчитанное время. Теперь передадим в процедуру PassAndStep минимальное время на шаге и время в конечной точке. Далее вычислим оба времени. Теперь, когда мы присваиваем клетке расчетное время, вот это вот TM, мы сравниваем его с минимальным временем текущей волны. И если расчетное время меньше, то проставляем его в минимальное время. А когда присваиваем время в конечной точке, то сравниваем расчетное время в клетке еще и с временем в конечной точке. Перенесемся в MapFindPath и перед циклом добавим минимальное время и время в конечной точке. Время в конечной точке мы ищем все время цикла, поэтому инициализируем его до цикла. Минимальное время шага мы ищем на каждой итерации, поэтому инициализируем его каждую итерацию. Принтф я добавил, чтобы посмотреть, работает ли поиск нужных нам чисел. Запускаем. И давайте отключим спам координат. Перейдем в WindowProtts. И найдем тут WMMouseMove. И удалим Принтф. Запускаем. И видим, что на шестом шаге минимальное время равно 50, а время в конечной точке 98. То есть очевидно, что есть возможность найти более короткий путь. И мы можем сделать еще несколько шагов. То есть шаги нужно делать до тех пор, пока минимальное время меньше времени в конечной точке. Принесемся в процедуру MapFindPath. И поставим новое условие завершения поиска пути. Теперь, если найдено время конца пути, и оно меньше минимального времени цикла, то поиск пути закончен. Функцию PathEndStep можно переименовать в PathStep, так как теперь это просто один шаг пути. Перенесемся в PathEndStep. И изменим заголовок функции. И так как функция спекнулась в процедуру, то return больше не нужны. Удаляем. Запускаем. Пробуем построить путь. И видим, что путь не строится. Дело в том, что мы сделали целых 10 шагов. И из этой клетки мы ищем девятый шаг, у которого время в пути меньше, чем время в этой клетке. А такой клетки нет. Для решения данной проблемы давайте запомним, на каком шаге был найден кратчайший путь. В данном случае на шаге 8. После чего будем восстанавливать путь от запомненного шага. Для этого добавим новую входную переменную в PathStep. И вычислим ее при нахождении конечной точки. Теперь, если обновляется время конечной точки, то нужно также обновить шаг конечной точки. Снова перейдем в MapFindPath и добавим переменную для конечного шага. Теперь найденный шаг конца пути будем передавать в процедуру построения пути. Также для проверки выведем конечный шаг в консоль. Запускаем. И теперь путь корректно строится из найденного шага. Однако такой способ поиска пути подойдет только для милишников. А что делать, если у нас юнит дальнего боя? В этом случае нам нужно искать путь до радиуса, с которого можно обстреливать цель. Давайте чуть выше напишем процедуру, которая отметит на карте необходимый радиус. Здесь мы просто проходим по всем клеткам в квадрате. И если они внутри карты и в заданном радиусе, то отмечаем клетку как конечную. В целях оптимизации корень не извлекаем. Теперь перед поиском пути будем задавать радиус. Допустим, у нашего юнита дальность 5,5. Зададим все точки в радиусе цели как конечные. Юнит атак радиус это радиус атаки юнита. Его потом можно будет передавать в функцию поиска пути как параметр. Но мы пока этого делать не будем. Запускаем. И видим, что путь снова не строится. Дело в том, что конечной точкой сейчас является центр круга из минус единичек. Откуда мы и пытаемся строить путь? А нам нужно выбрать одну из вот этих вот конечных точек с наименьшим временем и получить ее координаты. Для этого переместимся в пасс степ и добавим новую входную переменную. Теперь при вычислении конечного времени и конечного шага также будем получать конечные координаты. Собственно, давайте получим. Перенесемся обратно в map find path. И добавим переменную, которая будет хранить координаты конечной точки. Найденную конечную точку будем передавать в процедуру построения пути. Запускаем. И теперь путь строится до заданного радиуса. А теперь сделаем небольшую оптимизацию. Как вы понимаете, иногда путь найти просто невозможно. Например, если одна из точек находится на непроходимой местности или окружена непроходимой местностью. В этом случае алгоритм будет выполняться до максимального количества шагов, что уже довольно заметно по времени. Если карта будет еще больше, то можно и не дождаться выполнения алгоритма. Поэтому первым делом давайте ограничим наш алгоритм во времени, чтобы в любой непонятной ситуации он не зависал. Функция getTickCount возвращает количество миллисекунд с момента запуска системы. В данном случае мы выполняем тело цикла, пока не найдена конечная точка пути. Или пока он выполняется меньше, чем полсекунды. Но иногда можно и не ждать полсекунды. В данном случае в ограниченном пространстве алгоритм находит конечное число шагов. И пытаясь найти следующий шаг после последнего, он не находит минимальное время. То есть если минимальное время меньше нуля, то алгоритм можно завершить. Давайте это сделаем. Теперь алгоритм будет прерываться, если не осталось клеток для обработки. Запускаем. И видим, что в случае ограничения пространства скорость работы значительно выросла. Кстати, maxstep нам больше не нужен. Удаляем. А в тестовом printf давайте выведем время работы алгоритма. Запускаем. Удаляем оба тестовых параметра. И снова запускаем. Как видите на карте 200 на 200 наш алгоритм работает всего 30 миллисекунд. Давайте попробуем карту побольше. На просторах интернета я нашел вот такой вот ужас кошмарный. Это лабиринт. Сохраните его в папке с картами под названием map3.png. И давайте скормим этот лабиринт нашему алгоритму. Перейдем в game init. И загрузим новую карту. И еще давайте перейдем в zoom. И сделаем минимальный размер клетки 1. Запускаем. И видим, что даже небольшой путь рассчитывается, как бы это сказать, помягче. Долго. Вот. Обратите внимание на время. Почти полсекунды для малюсенького кусочка. Давайте сделаем так, чтобы на каждой итерации мы проходили только по тем клеткам, которые нам нужны. А не по всей карте 1000 на 1000. Для этого создадим массив, в который будем их записывать. Перейдем в main.h. И добавим структуру для нашего массива. t-wave это структура для хранения массива с координатами нужных клеток. pt это динамический массив с координатами клеток. knt это общее количество элементов массива. used это количество используемых элементов массива. То есть количество элементов массива, которые заполнены данными. Перенесемся в main.c в процедуру map.find.path. И чуть выше нее напишем процедуры очистки и инициализации волны. При инициализации волны просто обнуляем все, что видим. И вызываем процедуру очистки волны. При очистке волны задаем начальную длину в 1000. И говорим, что используемых элементов у нас нет. Про функцию reallog я рассказывал в 25 уроке по языку c. Здесь мы выделяем память для необходимого количества элементов. Далее напишем функцию добавления координат в волну и функцию смены волн. При добавлении координат просто заполняем следующий элемент массива и увеличиваем счетчик используемых элементов. В случае, если нам не хватает места, то увеличиваем размер массива сразу в два раза. При смене волн просто меняем местами указатели обоих волн. Мы проходили указатель на указатель в 26 уроке по языку c. Итак, оснастку для работы волн мы написали. Давайте ей воспользуемся. Перейдем в процедуру map.find.path. И создадим здесь две волны. Почему волны нужны именно две, скоро узнаете. Вот так я написал, чтобы не выделять память динамически. Далее инициализируем обе волны. И в первую волну добавляем один элемент. Вторая волна пока пустая. Давайте обработаем первую волну. Теперь вместо клеток всей карты будем обрабатывать только клетки, взятые из волны. Здесь мы проходим по всем клеткам первой волны. И делаем шаги в соседней клетке. То есть во вторую волну мы будем записывать все клетки, в которые мы сделали шаги из клеток первой волны. Таким образом, во второй волне у нас сформируется новый массив для обработки. После обработки первой волны она нам больше не нужна. Поэтому очищаем первую волну. Далее просто меняем местами волны. Таким образом, вторая волна становится первой. И на следующей итерации мы снова обрабатываем первую волну. Так как список клеток для обработки снова хранится в первой волне. Перенесемся в паз степ. И во-первых, получим новый параметр — волну. New wave — это новая волна. В нее будем сохранять клетки для обработки на следующем шаге. Давайте при обработке пустой клетки добавлять элемент в волну. Теперь, если мы куда-то шагнули, то добавляем эту клетку в волну. Запускаем. И снова пробуем построить путь. Обратите внимание, что путь на карте тысяча на тысяча строится катастрофически быстро. Так как мы теперь не перебираем все клетки карты, а перебираем только нужные нам клетки. Давайте построим путь побольше. Так, это что такое? А-а-а! Отрицательные числа! Что ж, перенесемся в main.h. И увидим, что переменная time уже достаточно уплотнилась, и пора ее расширить до int. Далее перейдем в main.c. И будем искать все шорты, которые работают со временем. Перейдем в самый верх. Нажимаем Ctrl-S. И пишем short. Нажимаем find. Так, здесь определенно нужен int. Для продолжения поиска жмем f3. Так, здесь тоже нужен int. Нажимаем f3. И видим, что больше шортов нет. Запускаем. И видим, что теперь наш алгоритм находит путь в любую часть карты почти мгновенно. Кстати, это отличный генератор изображений для психологов. Что вы здесь видите? Думаю, для простой стратегии реального времени этого будет вполне достаточно. На этом давайте на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Увидимся в следующих уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok